здравствуйте дорогие подписчики расскажу сегодня видение которое случилось после общения с одним преданным даун вайшнав очень интересный молодой человек мы какое-то время пообщались и так всегда происходит когда происходит контакт астральных тел потом можно настроившись на человека посмотреть его духовную суть и его духовное состояние ну и соответственно было видение видение было поучительно в плане того ну давайте я буду рассказывать параллельно будем обсуждать говорить какие-то нюансы да то есть начитывая мантру я состояние медитации оказался мне физического тела и увидел в риндаван в риндаван под но поскольку он вайшнав сам да естественно у него много таких духовных энергий духовных каких-то благословений и я увидел с высоты птичьего полета в риндаван но в риндаван очень необычным образом увидел я увидел все 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 улочки все строения все здания все ашрамы все храмы которые там есть вот все без исключений и все состояло из очень красивого голубого света очень красиво голубого света то есть все было настолько насыщено стоит настолько пропитана что не было ничего что принадлежало бы каким-то кармическим состоянием там и так далее и также я видел как приезжало очень большое количество людей во в риндаван и каждый из них посещал какие-то свои ашрамы какие-то места силы какие-то храмы и так далее но было видно что люди приезжали в своем таком вот энергетическом состоянии они приезжали с какими-то тяжелыми кармами с трудными кармами с нечистыми состояниями и когда они находились в ашрамах когда они начитали мантры совершали практики выполняли какое-то служение они каким-то мистическим образом оставляли эти нечистые кармы в этих ашрама и происходил процесс очищения выглядело это подобно тому как если бы человек приехал до в буквальном смысле я постараюсь объяснить как я это видел и приехал вашим и он находился в таком во первых весьма большом состоянии то есть астральные тела людей довольно большие да там три-четыре метра в диаметре представьте такое шарообразная форма входит в ашрам и вот в этой шарообразной форме очень много каких-то нечистых карм тяжелых карм и выполняя практики это астральное тело начинает очищаться и в буквальном смысле из астрального тела вываливались кармы в виде обычной мебели домашней мебели да то есть я видел какие-то там шкафы и видел какие-то сумки с вещами видел какие-то столы огромные кровати а вот кухонные стойки какие-то дали как они там называются кухонные вот сооружения на кухне не знаю как они называются вот и в буквальном смысле весь рендаван был завален этими да то есть это не только я мебель упоминаю да здесь принцип важно принцип понять что у каждого человека свои какие-то были кармы и они оставались или проявлялись виде вот такой вот не совсем закономерно или не совсем как в какой-то несуразной форме до форме грязных нечистых столов диванов шкафов что там еще сервантов и так далее плюс конечно же там я уже сказал да что были какие-то сумки были коробки какие-то ящики все это как-то складировалось и в результате было видно как улицы данного города они забивались настолько что невозможно было пройти то есть грехов люди свозят так много во понятно и так далее нет на самом деле так происходит во всех святых местах человек когда приезжает он получает благословение и естественно святое место забирает и у него какую-то карму не так происходит со всеми но только с преданными да то есть последовательными если человек находится в каком-то демоническом состоянии а было мне такое видение да вот в частности на радхакунде но было очень такое знаете как бы трансцендентное видение в котором я увидел что во первых среди последователей среди вайшнавов которые совершали обход вокруг радха и шьяма конды двигались какие-то демонические существа злые духи и так далее и в то же самое время я увидел очень красивую форму кришна аватара а а вот который стоял между между двумя священными озерами да и эта форма она состояла из из света и из чистого голубого света и было так много сияния да что я я я не видел физическую форму но я видел исключительно духовную форму состоящую из голову мощного голубого света и и кришна он силой какой-то не знаю как это сказать ну внутренней магии превратил шьяма кунду священное озеро до схема кунду в один как бы это выразить один я сейчас расскажу часть знаний часть знанию там утаю чтобы да вот и он превратил шьяма кунду очень большой как бы большую такую въяса сану но въяса сана используется для даже я бы не сказал что это было въяса сана это скорее такая вот большой трон для отдыха но отдых предназначался именно одной из супруг кришна аватара и когда это озеро превратилось в такую огромную въяса сану царственную въяса сану на которой должна была отдыхать одна из его супруг вот давайте не будем скрывать пусть это будет лакшми да вот и какой-то момент я видел как из пространства появилась женщина бесконечной какой-то красоты потому что она выглядела совершенно она была вся из совершенных качеств и она придя на в это в это место да она легла на этот на эту на эту въяса сану на этот небесный такой трон для отдыха вот и она легла как бы на правый бог и дремала да то есть отдыхала то же самое время вокруг ходили такие вот не только не только садху но и демонические существа и когда они увидели данный трон некоторые из них буквальном смысле подобно зверям каким-то бросились чтобы заскочить на этот трон и кришна начал их скидывать и я видел как он их скидывал по такой знаете по огромной трубе вниз в адские миры а вот и даже будучи в радхакунде до священном месте радхакунда они они умудрились даже будучи там не получить благословение вообще то есть они даже там они были демоны но жуткое видение такое было они были грязные они как выглядели как такие вот не совсем чистые опрятные люди как у нас называют иногда бомжей да вот но они выглядят конечно же хуже намного раздутое эго там с жуткое самолюбование кришна их просто скидывал одного за одним и было видно где и место во вселенной я видел одни одни из самых низших ходов и понимал что они окажутся там да и он их так вот то есть собственно никого не подпустил по крайней мере так это работает и поэтому благословение или практика очищения она работает исключительно для преданных да то есть люди которые приезжают или они внутри не являются преданными они конечно же благословение и с форм очищения не получают ну то есть они остаются все том же самом состоянии вселенную как бы в этом плане не обмануть и вернемся во вриндаван точно так же люди приезжают да они скидывали огромное количество грехов это процесс естественный и в какой-то момент я увидел как из одного из храмов вы выбежал очень красивый мальчишка вот ну ему было может быть не знаю лет двенадцать четырнадцать ну где-то так вот он был очень озорной и какой-то как мне показалось гиперактивный то есть это такое вот супер супер непоседливое состояние то есть он ну как бы вообще не знаю помпу он он не знает что такое покой да то есть это такая супер подвижное внутреннее состояние и его его духовное тело также состояла из света да то есть я видел его как такого мальчишку и он был жутко жизнерадостный очень позитивный крайне осознанным да то есть совершенным во всем и также находясь в состоянии состоянии состоя из света а вот он в одной из руки из рук держал еще и флейту и он постоянно ею размахивал вот идет и так вот и то что он начал делать далее меня вот как как бы весьма удивило и порадовало да и когда он шел по улицам города которые уже были в буквальном смысле забиты грехами людей да то есть невозможно было пройти он подходил к этим грудам мусора и подталкивал их и они начинали подобно какой-то жижи вытекать пау пау паули по улицам в сторону ямуны священной реки емуны да то есть они протекали по каждой улице все эти грехи и он так таким же самым образом очищал храмы очищал как-то называется ашрамы гестхаусы всевозможные да вот он очищал все и там где он проходил опять все начинало сиять а перед ним он толкал огромную кучу мусора и не просто знаете как вот такая грязная жижа по улицам стекали в самую нижнюю часть вриндавана вриндавана находится таком наклоненном состоянии в сторону реки вот и все туда вот по улицам все стекало в ему ну и когда он так делал он понимал что когда это эти грехи выйдут и окажутся в священной реке да они там очистятся вот и он с легкой душой просто всю эту грязь туда 1 1 1 1 почистил весь вриндаван и опять на таком позитиве в таком состоянии радости вот он опять вернулся нет не вернулся и он вернулся чуть попозже сейчас расскажу другой элемент а когда вот это жижа из этих грехов попадала в ему ну она огромными такими знаете пробками кучами текла по этой реке и в реке стоял молодой человек как раз тот самый с которым я общался накануне и он стоял по пояс в воде что указывает на то что он действительно серьезный вайшнав он очень искренне очень целеустремленный такой знаете такие знаки не бывают спроста вот и он стоял по пояс в ему не это что он начал делать дальше меня поразило больше всего знаете что он сделал он руками вот так вот схватил эти горы кучи как горы мусора этого до эти плывущие кучи непонятных всяких вещей грехов и так далее он их стоят стараться я останавливал нет не давал им протекать вдоль по реке так чтобы они там очищались да причем хватал эти огромные баулы этих грехов закидывал их обратно во вриндаван с криком это еще пригодится это можно использовать вот здесь вот из этого можно что-то построить это можно что-то применить это можно отремонтировать это пригодится да и в буквальном смысле он забрасывал назад во вриндаван и все весь этот мусор указывая на то что этому всему можно найти применение понимаете это все может пригодиться на что этот мальчишка стоял в шоке и по получается он уже стоял на крайне вриндавана смотрел на этого как сказать садху да на этого преданного и вы в изумлении стоял и не мог понять что вообще происходит для чего он это все делает а этот молодой человек да он бросал с таким рвением держал прям вот не пропускал этот мусор говорил нет нет это все пригодится это нельзя выкидывать брал и закидывал это все назад во вриндаван это было просто потрясающе потрясающе смешно на самом деле это состояние указывает на то что даже будучи духовными существами осознав многие знания многие вещи мы в то же самое время не лояльны к тем событиям которые проходят вокруг нас мы цепляемся за события пытаясь каким-то образом их исправить хотя в силу милости кришна аватара нам просто нужно принять их такими какие они есть да то есть многие вещи в нашей жизни происходят по воле кришны но мы очень часто говорим начинаем перечить и говорить что вот так не должно быть вот это можно еще исправить это можно отремонтировать это пригодится это я поскладирую пусть годик полежит потом использую вот а это вообще можно еще доносить зачем это выкидывать вот и так далее конечно это все аллегории это все примеры на самом деле видение объясняет внутреннюю суть человека с одной стороны он является очень хорошим преданным а с другой стороны он внутри не понял определенных взаимосвязей во вселенной во вселенной да то то что то что уже не годится для вриндавана она должна уйти понимаете то что то что нам мешает быть преданными это надо оставить и стать другими проявиться другими понимаете но мы очень часто начинаем внутри себя удерживать это все и говорить это все пригодится это нельзя выкидывать я мочу и могу еще года или два носить это все и обувь можно доносить и одежду надо носить и мебель нельзя выкидывать и вообще это все за кто кто разрешил это все выкидывать да то есть понимаете но когда кришна решает нет необходимости говорить что как-то должно быть все по-другому конечно же мы сейчас обсуждаем довольно сложную тему я думаю что каждый из нас задаст вопросом а как определить где именно то что происходит по воле кришны а где то что находится в состоянии кармы и вот здесь вот на самом деле выходит как бы такое знание известно как интуиция интуиция мистически мистические какие-то наши откровения духовное зрение проницательность и так далее все эти качества они будут нам на духовном пути всегда подсказывать чему нужно чего нужно придерживаться а чего нужно отпустить понимаете вот и по знакам в медитации по знакам во снах по знакам даже в жизни можно будет делать выводы вот без интеллектуальных на очередных наши наших наслоений не надо кричать это все пригодится куда вы это все выбрасываете вот как-то так вот вот такое вот очень интересное видение было я сейчас не буду развивать эту тему это видение она обладает очень глубоким смыслом пройдет время и думаю что для каждого из нас пройдет год или два или три и спустя какое-то время мы вспомним вспомним этот рассказ и мы поймем что имелось ввиду потому что эти качества они нарабатываются со временем да понятно что этот молодой человек он будет думать и день и два и три неделю над этим видениями он поймет в чем суть в чем подсказка вот относительно внутренних каких-то качеств он разберется может быть месяц но в любом случае это правильно в любом случае надо каким-то образом прояснить для себя какие-то внутренние тенденции чтобы они впоследствии не были нас нас же не тяготили относительно относительно самого относительно самой шьема кунды священного озера которое посвящено кришна аватару здесь тоже как бы проясняется принцип принцип любви да то есть кришна из любви к своим преданным своим почитателям он по большому счету готов делать все о чем мы просим да вот но только лишь при том условии если это преданный если это какая-то демоническая личность то ну им грозит только лишь нижний мир и даже и опять таки да частенько задают вопрос а вот вопрос относительно каких-то нечистых душ не чистых карм в святых местах не получают не получают демонические существа даже если каким-то образом проявляются таких местах а вот не получаются не получают демоны благословения какие-то даршины уровни развития уровня эволюции в святых местах то есть пользы от пребывания их в этих местах просто нету более того их пребывание является своего рода осквернением и они накапливая неблагоприятную карму просто вываливаются из таких святых мест подобно условно говоря испражнение вот ну как бы им там не место поэтому это один из таких вот ответов которые бывает периодически задают друзья те же самые преданные вайшнавы да мне очень много друзей кришнаитов общаемся с ними стараюсь прояснить те или иные нюансы моменты и так далее все думаю на этом достаточно до новых встреч